Техника летней окулировки, то есть прививка отдельной почки на отдельное растение. Если это у нас 2-3 летний сеянец, то мы прививаем в основание побега возле корня. Если у нас это взрослое дерево, то мы прививаем на какую-то конкретную ветку. Ну вот мы выбрали для прививки вот эту ветку. Черенок у нас заранее заготовлен. Для того, чтобы привить эту почку, нам необходимо вырезать ее из побега. Врезание осуществляется следующим образом. Специальным окулировочным ножом нужно ниже почки сделать надрез вглубь и вырезать почку с фрагментом тканей стебля. В результате у нас получается глазок. Вот такая заготовка для прививки. Здесь у нас вырезалась часть тканей растения. Это белая древесина. Сверху у нас фрагменты коры и комбиальные слои зеленого цвета. Значит, точно такой же разрез по такой же ширине мы должны сделать на растение, на которое мы прививаем, то есть на подвое. Вот мы делаем здесь такой же зарез. Удаляем часть и оставляем язычок, под который мы поместим как можно быстрее, чтобы у нас сейчас ветреная жаркая погода, чтобы не высыхала почка. Мы помещаем нашу заготовку и совмещаем ткани подвое и привое. Берем изолирующую пленку и начинаем изолировать, следя за тем, чтобы наша почка не сместилась. Если она сместилась, то поправляем. Изолировать нужно тщательно, чтобы не оставалось мест испарения воды. У нас вот остался черешок. Нужно постараться изолировать таким образом, чтобы между этим черешком и почкой не осталось никаких отверстий, чтобы вода не испарялась. Черешок нам необходим для контроля приживаемости глазка на подвое. Пленка у нас сама залипает, поэтому завязывать нет необходимости. Вот мы сделали прививку. Этот глазок будет в течение оставшейся части лета и осени в спящем состоянии, прирастать, развиваться, готовиться к зиме. Роста отсюда не будет. При условии не будет роста, если мы не обрежем верхнюю часть нашего побега. Если мы обрежем, то отсюда начнется вторичный рост. Поэтому обрезку необходимо будет делать только весной следующего года. Ранней весной следующего года необходимо будет секатором удалить верхний побег до места прививки и убрать пленку. И у нас из спящей почки начнет развиваться побег нашего привоя. Зачем мы оставили вот этот черешок? Мы его оставили для контроля приживаемости. Если почка нормально приживется и прирастет, то при легком выдергивании этот черешок легко отделяется. Таким образом мы узнаем, что у нас прививка удалась. Если она вдруг не удалась, то мы можем перепривить на это же место ниже еще одну почку. Срок прививки на рябине, яблоне, груши, боярышнике, летней окулировкой у нас начинается с середины июля и заканчивается в середине августа. То есть, если мы, к примеру, сделали прививку где-то числа 20 июля, то дней через 7 мы можем проконтролировать приживаемость. Если у нас часть прививок не прижилась, то, соответственно, мы можем перепривить ниже. Можно сразу две почки прививать, но это более трудоемко. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...